Вопрос задает Света Познякова. Михаил, очень интересно ваше мнение. Ваш прогноз по ближайшему будущему Казахстана с учетом соседей и планов на Казахстан глобалистов? Ну, Британия всегда была в Казахстане. Собственно, на Казахстане поставили уже метку, и да, его ждет судьба Украины. В каком виде? В легком, сильном, симптомном, бессимптомном. Это вопрос. Но эта судьба его ждет. Вот. Там играет Китай очень сильно. Там играет Британия и США. Ну, в основном Британия. США – это они просто богатые и влиятельные, а Британия – это те, кто водят этой рукой. Там играет Россия. И Жанао-Зен, например, вот этот регион, там, где самый бедный, но самый богатый природными ресурсами, как оказалось. Вот. Я думаю, что, ну, в общем, будут давить. Я думаю, будут давить. И вот эта война, когда Россия и Китай играют в две руки на одной стороне, а против них в две руки играют США и Британия, точкой приложения будет Казахстан. Это ключевая точка там. И рано или поздно это бабахнет. Не выпетливают. Местные элиты не выпетливают. Вопрос в каком виде это будет и когда, я вам не отвечу. Это может быть через год, два, три, пять, десять. Не знаю. Но то, что Казахстан, он виноват лишь тем, что он находится в таком же положении, с такими же ресурсами, как Украина, только в другом месте. Поэтому, либо Казахстан становится сильной субъектной страной, это очень сложно, поверь, либо в том или ином виде он будет повторять судьбу Украины.